Приветствую вас, Вика. Скажите, пожалуйста, в чем и как вам помочь? Потому что я не очень понимаю, в данном случае, в чем вы хотите получить помощь. Есть мужчина, с которым вы находитесь в отношении к 9 лет. У мужчины есть особенность, он пропадает раз в три месяца. Я сейчас почитаю. Да, два три месяца. Мужчина пропадает. И живет какое-то время у родителей. Ну, неприятная особенность, наверное, ну не пьет, как бы, да, там не гуляет, в общем-то не изменяет. Просто живет у родителей. Если во всем остальном человек хороший, почему бы и нет? То есть вот так вот, если подумать. Если во всем остальном человек устроит вас, если во всем остальном у меня претензий, почему бы и нет? То есть почему бы и не принять такую его особенность. Опять же момент, насколько он работает. Сейчас вот вы и не напиздали. Насколько он. То есть понимаете, если это много лет, то, скорее всего, не изменится. Как вы воспринимаете то, что он так себя ведет? То есть за 9 лет отношений, по идее, вы могли бы привыкнуть, наверное. К такому его поведению. Получается, не привыкнуть. Почему? Дальше. У нас все хорошо во всех планах. Потом редко без объяснения говорят, не хочу ни с кем разговаривать, не трогайте меня, не звоните и не пишите. Ну, я бы здесь, знаете, как сказал, что вот там несколько ошибочно в позиции говорить, что у нас все хорошо. То есть не у вас все хорошо. У вас, Виктория, все хорошо. Вот да. Его? Ну, его может быть нет. То есть, вот почему вы обобщаете здесь? Опять. Ну, для меня вот в какой-то степени непонятно. То есть, вы говорите, что у нас все хорошо. У нас. Вот. И, типа, он пропадает. Ну, только если он пропадает, значит, наверное, у вас как раз таки не совсем все хорошо. Вот. Потому что, если бы у вас все было хорошо, обоих, то он бы, наверное, не пропадал. Ну, я так. Думаю. Что? О. О. Понятно. Какая штука. Поэтому вот вопрос. К вам. Такого вот типа. Почему вы обращаете? Ну, почему бы обобщает? Дальше. Значит. Ну, мне 30. И я зашла в тупик. Стоит ли выходить замуж? А в чем сравнение? Если не стоит. Как жить? Ведь я люблю. Ну, вы знаете, вот, это противоречие. Как жить? Ведь я люблю. Так, если вы любите, вы, как бы, вот, если вы любите человека, да? то, вы любите, ну, наверное, себя и все. Если вы любите себя, то для нас не проблема жить дальше без него. Ну, потому что, вы знаете по идее, куда вы идете? Вы знаете по идее, к чему вы стремитесь? Вы знаете по идее, чего вы хотите? Ну, и тогда. Вот. Ну, здесь есть ситуация, как мне кажется, она немножко другая. Стоит мне кажется, что это такова, что вы не совсем знаете, чего вы хотите. Потому что в противном случае не было бы у вас такого, что я не знаю, как мне жить. Да? Вот. Понимаете, о чем идет речь. Дальше. Я совсем запуталась в чем. Мне страшно что-то сказательное. Здесь, я так полагаю, речь идет о сложных ваших отношениях. Я подозреваю, что речь идет об этом, что у вас 9 лет сложных отношений. Мне кажется, что надо обязательно определить все ваши отношения сложные и их гармонизировать. Но для этого, конечно, нужно, чтобы вы хотели над собой работать. и поработав, вы измените свое поведение и поведение свое изменит, в принципе, и сам молодой человек тоже, если это делать ненавязчиво. Вот. То есть, как бы, это вот вопрос, опять же, к вам. Да, это вопрос именно к вам. Вот, откуда ваш страх и... С чем он связь, с чем он связь, с чем он связь, с чем он связанного страха. То, что вот он вам, э-э-э, как бы, ну грубо, вот, там, обиделает, как вы воспринимаете это. так почему вы именно боитесь, чего вы боитесь, вот, это, мне кажется, то, на что нужно вам обязательно обратить своё внимание, потому что это важно, это очень важно. Дальше, вы говорите, что он грубит, опять же, возникает вопрос, почему он это делает, да, то есть, почему он это делает, и как это воспринимается вами, это нужно обязательно определить, вот, и, собственно, скорректировать своё поведение, чтобы ситуация, вот, такой, как она сейчас есть, чтобы её не было, вот, этот мужчина почему-то считает, да, что, ну, можно прям грубить, как бы, вот, и, на мой взгляд, ну, надо определить, почему он так считает, почему он так думает, ну, давай, в этом будет включаться помощь вам, ну, помимо того, чтобы они получали, от чего вы хотите, да, то есть, какой ваш вопрос, какой запрос к специалисту, к психологу. Да. Вот. На этом всём. Надеюсь, что помог вам. Если я не могу в качестве лучшего, я желаю вам всего самого доброго, я надеюсь, что ваша ситуация разрешится самым лучшим образом.